Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. В английском чате выложили сообщение от Мигеля Гомеса, адресованное мастерам. И вот для вас перевод на русский язык. Уважаемые мастера, мы уже онлайн. Вот это ссылка. Пожалуйста, имейте в виду, что на протяжении следующих 3-4 дней мы будем заниматься сверкой данных. Будет обновляться информация по балансам и баллам, а также будет информация по бирже. Также появится возможность добавлять новые пакеты и возобновить бизнес. Сейчас система находится в режиме обновления личных данных, как мы и объявляли ранее. Первый этап закончен, предстоят еще и другие. До 23 октября, когда будет запущена наша монета, основанная на золоте, нам нужно сделать большую работу по улучшению системы и функционала. Но хотим вас заверить, что наш IT-отдел сможет справиться со всеми поставленными задачами. Каким образом нужно заходить на новую платформу? Итак, для того, чтобы перейти в свой кабинет, переходим по указанной здесь ссылке. Если на старой платформе EagleBitrade вы были зарегистрированы с почтой иванпетров2018sobako.gmail.com, то логином для входа на новую площадку будет являться первая часть вашего имейла. Важный момент. То есть, возможно, логин для входа на старую систему у вас был другой. Например, там какой-нибудь Супер Ваня, к примеру. Но для входа на новую площадку нужно заходить именно с первой частью вашего имейла, то есть то, что до собаки. Если у вас имейл Иван Петров 2018, значит, вот ваш логин на новой платформе будет вот такой. Иван Петров 2018. А некоторые пишут, что они не могут попасть в свои кабинеты. Если вдруг у вас такая ситуация, значит, мы с Ириной Оболаковой договорились. Вот я создал новый имейл EagleRussian2018.gmail.com И те из вас, кто не может попасть в свой кабинет из русскоязычной команды, присылайте тогда вашу информацию на этот имейл. Еще раз. EagleRussian2018.gmail.com Напишите вашу почту, с которой вы пытаетесь попасть в новый кабинет, а также имя и фамилию латиницей. Страница для входа в новый кабинет выглядит следующим образом. Вверху, как обычно, указываете логин в виде первой части вашей электронной почты. Во второй графе указываете ваш пароль и нажимаете синюю кнопку «Зайти в бэк-офис». При входе в кабинет может появиться окно, в котором вам предлагается указать платежный пароль. Можете два раза ввести любой пароль, но обязательно его сохраните. Он может вам пригодиться в дальнейшем. Сам кабинет выглядит следующим образом. Многие уже обратили внимание, что информация в кабинете пока не соответствует тому, что было раньше. Например, у меня из четырех аккаунтов информация не соответствует ни на одном. Во-первых, на балансе, как видите, сейчас по нулям. Пакет здесь не соответствует. Информация о моих ниже стоящих партнеров и о моем спонсоре также не соответствует. Но будем надеяться, что они эту информацию будут уточнять в ближайшие дни. Вам необходимо проверить ваши личные данные. Для этого наверху слева кликаете вот эту кнопку «Мои данные». Дальше нам нужно кликнуть вот эту вкладку «Дадач Десаки», что переводится как «Платежные данные». И вот самая верхняя графа наверху, она как раз предназначена для ввода адреса нашего биткоин-кошелька. Если вы пользуетесь биткоин-кошельком blockchain.com, то имейте в виду, что вот эта длинная колбаса, состоящая из букв, цифр и разделенная дефисами, вот здесь написан номер кошелька, но фактически это не адрес кошелька. Многие путают. Это логин для входа в ваш кошелек. Чтобы получить именно адрес вашего кошелька, нажимаете кнопочку «Получить». Система вам создает адрес биткоин-кошелька. Вот здесь должна быть наверху надпись «Запросить биткоины». И нажимаете синюю кнопку «Копировать». И вот этот длинный адрес будет, соответственно, скопирован. И вот этот скопированный адрес нужно вставить в самой верхней строке ваших данных. После этого нажимаем на синюю кнопку «Сохранить». После того, как я вставил адрес биткоин-кошелька в верхнюю графу и нажал синюю кнопку «Сохранить», появилось вот это сообщение красное, которое говорит о том, что у вас еще вот это не заполнено, вот это не заполнено и так далее. И фактически получается, что адрес кошелька ты вставляешь, нажимаешь синюю кнопку «Сохранить», но если выйти из кабинета и снова зайти, то адрес биткоин-кошелька не сохраняется. Ирина Абалакова уже сказала об этом наверх и думаю, они эту функцию должны доработать. Следите за новостями, подписывайтесь на канал. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»